Давайте помолимся, да? Отец Небесный, славим Тебя в этот день. Славим Тебя за все дела Твои, за то, что дал нам еще один день сегодня, чтобы провести его с Тобой для Твоей славы, в познании Тебя, в общении с Тобой, в общении друг с другом. Господи, открой нам истины Твои, Господи. Открой наши сердца для того, чтобы вместить еще больше того, что Ты приготовил для нас. Господи, пожалуйста, пусть наши уши будут открыты, сердца будут иметь добрую почву, в которую Ты будешь вкладывать свое семя, чтобы оно проросло и принесло много плода, Господи. И чтобы мы были не только слушателями, но и делателями, Господи. Во имя Ишуа благослови нас своим Духом Святым и силой к познанию Тебя и совершению Твоей воли. Во имя Ишуа Мессии. Амин. У нас сегодня еще много вещей осталось, которые нужно обсудить, и постараюсь основные мысли сегодня, чтобы мы прошли. Мы говорили о важности власти. Также говорили о делегировании власти. Каковы цели власти. И теперь поговорим о том, как преодолеть препятствия, стоящие на пути к послушанию власти. И первый пункт, почему некоторые люди имеют проблемы с послушанием власти. Есть несколько причин. Такие, как, например, как мы говорили о примере сатаной, то их сердце наполнено гордостью. У некоторых людей есть такая интеллектуальная гордость. То есть, я умнее тебя. Не хочу подчиняться, потому что я более одарен, более умен и образован, чем ты. И это интеллектуальная гордость. Есть такая национальная гордыня. Это когда человек говорит, что я не хочу тебя принимать, потому что ты из определенной страны или из определенного района. Есть духовная гордость. Я не буду слушаться отца, потому что он неверующий. Мои родители не духовные, поэтому не буду обращать на них внимания. Еще одна причина – это классовое различие или статус. У меня лучшая работа, у меня выше зарплата, выше прибыль, доход. Еще одна проблема – это расизм. То есть, цвет кожи для определенных людей играет роль. Также наши различия в личностных качествах. Я, например, не могу с ним общаться или не могу с ним ладить, потому что... Потому что у него не тот характер, я не собираюсь его уважать. Еще непослушание возникает из-за того, что человек считает, что другой удерживает Божье благословение. Например, почему упали Адам и Ева, потому что они считали, что Бог что-то от них скрывает. Еще одной причиной является израненный дух. Многие люди поднимают бунт из-за того, что у них израненный дух. Поделюсь определенным материалом Дэвида Готтерда, которого есть институт жизни, который основал институт жизни. У вас есть листики вот с диаграммами. Сначала дам иллюстрацию о израненном духе. Однажды летним днем 12-летний мальчик пришел к своему отцу. И отец сказал, знаешь что, в следующую субботу мы идем на рыбалку. И ребенок был очень вдохновлен и начал готовиться к этому особому для него дню, когда они пойдут с отцом на рыбалку. Он даже мудил его родственник и сделал немного денег, чтобы он мог купить какие-то экстренные вещи для его рыбалки. И он даже занял деньги у своих друзей. Так же кое-что пытался заработать, чтобы докупить снасти. Он всю неделю об этом думал. И в пятницу вечером у него уже было все готово, чтобы утром отправиться с отцом на рыбалку. Отец его был вовлечен в служение бедным в центре города. И в субботу ранним утром зазвонил телефон у его отца. Тот, кто должен был работать в субботу утром, заболел и попросили отца заменить его. И его сын слышал разговор по телефону в соседней комнате. И отец сказал, кажется, у меня сегодня ничего такого особого нет, поэтому могу с удовольствием прийти, помочь. И он сразу выбежал и отправился на работу, а его обязанности и его ответственность перед сыном была просто забыта. И сын понял, что все его ожидания не сбудутся. И ему очень тяжело было сдержать слезы. Он мог бы напомнить отцу о том, что тот ему обещал, но он посчитал, что отец просто слишком занят. И с разбитым сердцем он открыл вот эти свои коробку с теми вещами, которые он приготовил для рыбалки. И когда отец вернулся вечером, и в следующий день, И в последующие дни этот сын заметил, что он уже не может общаться с отцом так, как раньше. И внутренние конфликты, и как бы видимые уже последствия этого происшествия. Начали выражаться. И можем видеть это в диаграмме. Это развитие бунта. Как развивается бунт. Слева видим видимые симптомы израненного духа. Это то, что мы можем видеть, то, что делает этот мальчик внешне. А средняя колонка – это внутренние конфликты вот этого подростка. Справа будут места описания, которые я вам дам, чтобы вы заполнили. Первое – это замкнутость. Там написано все. Ну, то есть, молчаливость. Внутренний конфликт заключается в том, что у парня раненый дух. Напишите в Евреям 12, 15. Кто-то может прочесть? Женя, есть Библия? Да, и микрофон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА I'm asking for a microphone that's to read ok and Rita turn to 1 Samuel 15 23 that's the third one the third one not the second one forgive me I'm skipping down point number three well ok maybe I shouldn't get ahead of myself I'm a confused let's just read Hebrews 12 15 ok евреям 12 15 пока прочитай наблюдайте чтобы кто не лишился благодати Божией чтобы какой горький корень возникнув не причинил вреда и чтобы им не оскверниться многим мы должны быть внимательными то есть чтобы не отвергнуться благодати Божией описание четко говорит что когда есть боль или рана что есть Божья благодать прощать если мы не прощаем и не получаем благодати Божией наоборот ее отвергаем то говорится что горький корень может появиться и беспокоить нас но не только на нас влияет но также и распространяется на других и можно заметить что люди которые испытывают горечь пребывание с ними рядом как вот отравление знаете таких людей? мы должны быть осторожными чтобы этот горький корень не отразился так же и не появился у нас чтобы мы не влияли этим самым на других людей к сожалению многие подростки или даже уже юноши, девушки не понимают этого принципа мы не должны быть в рабстве мы должны быть уверены что у нас есть Божья благодать что мы ее имеем и не важно что происходит у нас есть благодать прощать и быть свободными от горечи проходить ее с Богом и в этом красота что как Иешуа или Бог простил нас мы можем так же прощать не важно что произошло с нами к сожалению есть люди у которых нет такого не имеют такого подхода и всю нашу жизнь мы будем испытывать в этой сфере я уже многие годы об этом говорю но сам до сих пор все же должен быть внимателен чтобы у меня не было тоже таких вещей как непрощение чтобы у меня не появился израненный дух особенно по отношению к тем кто является для меня духовной властью либо государственной властью либо это родители вам будут причинять боль у вас будет этот опыт когда вам больно но мы должны быть открытыми на то чтобы принимать Божью благодать а не отвергать ее следующий симптом это неблагодарность то есть ребенок начинает как бы противоборствовать тем как подарком или благодеянием которые например родители совершают по отношению к ребенку внутренний конфликт заключается в отчуждении из-за их обиды человек который основал федеральное бюро расследования в США отметил что одна из главных характеристик молодых людей которые отправлялись в тюрьму заключалась в том что они считали что общество им должно третья это упорство из симптомов родители например что-то говорят а дети не слушаются и то есть есть отвержение власти внутри человека и тут первое царство 15-23 там где дополнительно во втором пункте это вот пример с главой ФБР основателем а в третьем это уже место описания первое царство 15-23 рита читай первое царство 15-23 первое царство 15-23 ибо непокорность ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство и противление тоже, что идолопохвосты за то, что ты отверг Слово Господа и Он отверг тебя, чтобы ты не был царом помните, как непослушание, это как колдовство четвертое четвертое это открытый бунт ребенок хочет быть на таких же правах, как и родители и внутренний конфликт это то, что ребенок хочет установить уже свою власть мы приводим пример дома но это может точно так же выражаться и в гражданской власти и в церкви здесь Исайя 14 мы это уже считали, что сатана хотел быть на том же уровне, что и Бог то есть быть как Бог или вместо Бога пятое это то, что у человека появляются неправильные друзья если у человека возникает бунт, то его тянет к таким же людям то есть, которые тоже в себе имеют бунт я когда-то был молодежным пастырем мы, например, выезжали на ретрит и где-то было сотня молодых людей и они были из разных групп и было, например, 95 ребят, которые любили Господа всем сердцем и пятеро были, которые просто открыто бунтовали и вот эти пятеро за короткое время находили друг друга очень быстро и начали проводить время вместе потому что те, кто имеет бунт, их тянет к людям с таким же духом и внутренний конфликт заключается в том, что они хотят совместимости с другими, кто имеет бунт здесь филиппийцам 3.19 там есть три характеристики неправильных друзей филиппийцам 3.19 3.19, да? 3.19 Их конец погибель, их бог чрева и слава их в сраме, они мыслят о земном So they serve fleshly appetites, number one Number two, they find humor in the shameful things they do Can you repeat the first? То есть, первое, это то, что они служат насыщению плоти или желудка. И, как бы, в его переводе говорится, что они считают забавным делать постыдные вещи. И третье, у них нет... их заботит только мирское. Они не заботятся о вечности. То есть, шестой пункт, защита похотливых желаний. Когда человек чувствует, что он установил свою эгоистичность, правление, то он начинает, как бы, устанавливать уже свой порядок. И внутренний конфликт — это то, что он пытается удовлетворить своей прихоти или похоти. Дела плоти известны. Не суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. И дослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Я предваряю вас, как и прежде, предварял, что поступайте так, поступая так, поступающие так, Царствие Божие не наследует. Это дела плоти. Седьмое — это осуждение других. То есть, человек начинает говорить, что все в общине, например, это лицемеры. Но на самом деле внутри у него присутствует глубочайшее чувство вины. Римлянам 2.1 Женя, читает Римлянам 2.1 Итак, неизвенителен ты, всякий человек, судящий другого. «Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь тоже». И восьмой симптом — это легкомысленность и депрессия. Внутренний конфликт — это мысли о самоубийстве. Есть четыре вида самоубийства. То есть, в мыслях... То есть, в мыслях... В том, в морали, то есть, просто сознательно стираешь всякие моральные границы. Духовно. И физически. Физически. Мысленно, морально, духовно и физически. Притчи 14.13 Иова 10.1 И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. 10.1, да? Да. «Опротивила души моей жизнь моя, предамся печали моей, буду говорить в горести души моей». Теперь переверните страницу, посмотрим на другую диаграмму. То есть, посмотрим на то, как родители реагируют на то же самое. То есть, первая колонка – это то, что является видимым симптомом подростка. Вторая колонка – это то, как родители реагируют. Первое – это родители считают, что симптомы временные. Родители ожидают, что дети скоро забудут об этом. Псалом 14.4.5 Тот в глазах, которого презрен, утвержденный. Подожди, секунду. Can you read it in English? Да. Да. «He that swears to his own herd, and changes not, shall not be moved. He makes a promise, and he keeps it. » Это то, как говорится? «Он 5.5» «Он 5.5» «Он 5.5» «Он 5.5» тот в глазах которого презрен отверженный но который боящийся Господа славит кто клянется хотя бы злому и не изменяет кто серебра своего не кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного поступающий так поколеблется вовек в сфере колл ассоер third original caution parents says real again the of yeah yeah number two there's a visible gratefulness Я сейчас прочитаю псалом вот этого 14, просто в другом переводе, потому что в синодальном очень как-то непонятно, о чем речь. Кто презирает тех, кто ненавидит Бога и почитает слуг Господних, кто поклянется не делать зла и сдерживает Слово, кто не для выгоды своей дает деньги в долг, кто слабого за подкуп не обидит, живущий так навечно близок Богу. И основная мысль заключается в том, что если родитель дал обещание ребенку, то он должен его выполнить, даже если ему сейчас это неудобно. Иногда, конечно, мы как родители совершаем ошибки. Мы можем забыть, мы можем сделать то, что переносит боль нашему ребенку. В этих случаях мы должны смирить себя и попросить прощения. Потому что мы хотим, чтобы этот израненный дух снова открылся. И мы хотим, чтобы если он закрылся, этот дух, то чтобы он открылся. У меня был друг. У которого было двое маленьких детей. И мальчик был на два года старше сестры. И ему было пять, сестра была тогда три. И у него была бита, и он размахивал ей. И отец сказал ему, будь осторожен, не маши палкой перед сестрой. А он, даже не думая, продолжал размахивать. И, ну, в итоге он таки ударил сестру. Она начала плакать. Она начала просто истерически кричать. И мой друг, и он богобоязненный человек, он служитель. Он просто был вне себя. Он просто схватил его. И начал его трусить и говорил, что я тебе сказал, чтобы ты был осторожен. И сын просто вот так вот оторопел. Потом сын начал кричать истерически. То есть они оба стали орать там. И мой друг почувствовал, начал чувствовать себя ужасно, потому что он разозлился очень сильно. И моментально он осознал, что дух ребенка, дух его сына сразу закрылся для него. И он помолился, прося Бога, чтобы тот ему показал, как он может искренне показать свое покаяние сыну. Потому что он сказал, сын, прости меня, пожалуйста. И выглядело так, что ребенок до сих пор на него злится. И мой друг, он встал на колени, как раз напротив лица своего сына. И он сказал, сынок, я очень сильно согрешил перед тобой. Я очень сильно разозлился, и это было неправильно. Я прошу тебя, прости меня, пожалуйста. И он был действительно очень искренним. И он сказал, сынок, я согрешил, прости, пожалуйста. И ребенок начал улыбаться. И он сказал, пап, все нормально. Обнял его. Это вызов, как родителям это вызов. Мы хотим, чтобы дух наших детей, он был открыт, а не закрыт. Перерыв сейчас. Ваше представление. И я не знаю.